На этот момент известно, это вот по периметру всего нашего парка будет заменен забор, это будет в едином красивом стиле, как просили, собственно, посетители и жители нашего городского округа Химки. Как театр начинается с вешалки, так и место культурного отдыха, со входа и забора. Новая ограда уже скоро будет радовать глаз посетителей парка имени Льва Толстого, рассказывает Константин Рубанский, специалист по связям с общественностью, объединенной дирекцией парков. Забор, который, в принципе, уже в народе окрестили давно как кладбичинский. Ну вот, сами смотрите, похоже, не похоже, мрачный, унылый. Вот его и планируется на более легкий заменить, воздушный, современный. Металлический? Да. И это только отправная точка, которая знаменует масштабные преобразования в парке имени Льва Толстого. В частности, здесь установят новые скамейки и освещение, паутины проводов вскроют от глаз под землю, полностью реконструируют центральную аллею парка. Здесь посадят цветы, многолетние растения и организуют сухой фонтан с водяными струями, но не имеющего открытого бассейна. При этом существующий фонтан модернизируют. Многие идеи предложили жители города, в том числе смотровые площадки, велопарк, экотропы. Все это тоже появится в парке. Будут внесены дополнительные элементы благоустройства, которые помогут жителям, так скажем, разных, кому-то заниматься спортом, кому-то уйти в тихую зону и заниматься йогой. Кто-то просто пришел попить кофе, это будет сконцентрировано в одном месте, а не разбросано по всему парку. То есть таких зон интересных и новых будут добавлены. Но стоит отметить сразу, о чем переживают многие жители и что же будет с деревьями. В любом случае ни одно дерево, ни один кустарник не пострадает. Сделать капитальную реконструкцию парка предложил глава города Дмитрий Волошин. Планы по преобразованию самого крупного места отдыха в городе он озвучил во время своего обращения к жителям. При поддержке нашего губернатора в этом году мы начинаем первый этап реконструкции парка имени Льва Толстого. Это сложный процесс, в который вовлечены десятки узкопрофильных специалистов и, конечно же, жителей Химок. Поэтому нам особенно важно, что проект обсуждался на общественных слушаниях. За последние несколько лет в Химках также создали 15 именных скверов – комфортных зон отдыха во всех микрорайонах города.